Энергия Чтобы совершать работу, нужна энергия. Если говорить по-простому, энергия – это запасенная возможность совершить работу. Например, энергия запасена в текущей воде или в дующем ветре. Вода вращает колесо турбины, а оно совершает работу, перетирая зерно на мельнице. Или эта энергия ветра и воды превращается в электрическую энергию и передается по проводам, чтобы работу можно было совершить в другом месте. Запасенная энергия содержится также в любом топливе – порохе или бензине. Порох сгорает, продукты сгорания вылетают из сопла двигателя и разгоняют ракету. Бензин горит внутри цилиндров автомобильного двигателя, давит на поршни. Поршни вращают вал, и автомобиль разгоняется, едет по дороге, преодолевает трение и сопротивление воздуха. Давайте представим себе, что энергия запасена в этих энергетических бутербродах, которыми питается робот, предназначенный для поднятия тяжестей. Съел бутерброд и поднял единичный груз на один этаж. За счет трех бутербродов можно поднять три таких груза на один этаж, или один груз на три этажа, или как-нибудь еще. Но во всех этих случаях будут потреблены три единицы энергии, за счет чего робот совершит одну и ту же механическую работу в три единицы. Чтобы совершать работу, не обязательно поднимать грузы вверх против действия силы тяжести. Можно тянуть их горизонтально, преодолевая силу трения или силу сопротивления среды. Формулу для расчета механической работы мы уже уяснили, осталось ее записать. Работа – это сила, умноженная на перемещение. У единицы механической работы есть свое название – джоуль. Работа в один джоуль совершается силой в один ньютон, действующей вдоль пути в один метр. Эта единица названа в честь английского ученого Джеймса Джоуля. Джоуль был одним из открывателей закона сохранения энергии. Этот закон говорит, что энергия в природе не исчезает и не появляется ниоткуда, но всегда переходит из одной формы в другую. Для подъема грузов люди издавна используют наклонную плоскость – трап, пандус, сходни. Ступенчатая лестница – это тоже наклонная плоскость, приспособленная для ходьбы. Поднимая груз по наклону, мы прикладываем к нему силу, которая заметно меньше, чем вес груза. Посмотрим, не удастся ли нам за счет наклонной плоскости уменьшить совершенную работу. Мы приготовили груз с двумя стальными шарами, которые можно почти без трения поднимать по наклонной плоскости. Он весит 7,2 ньютона. Поднимем его вертикально вверх на 25 см. Вычислим работу, которую мы совершили. 7,2 ньютона умножить на 0,25 м будет 1,8 джоуля. Теперь затащим этот же груз на ту же самую высоту по наклонной плоскости. Сила на подъеме равна 2 ньютонам. Она заметно уменьшилась. А длина наклонной плоскости равна 1 метру. И поэтому мы совершаем работу 2 ньютона умножить на 1 метр будет 2 джоуля. Мы в несколько раз выиграли в силе, но из-за увеличения проходимого расстояния совершенная работа не только не уменьшилась, но даже стала немного больше. Потому что теперь часть этой работы пошла не на сам подъем груза, а на преодоление силы трения. Продолжение следует...